Всем привет! В этом ролике я хочу раскрыть вопрос о том, что представляет из себя подготовка лошадек к верховому бою. И в этом поможет мне Надежда Кутузова, которая является профессиональным кавалеристом и инструктором верховой езды, а также эпизодически занимается фехтованием. Именно эпизодически, да? Иногда я беру оружие в руки. Не более того. Итак, Надежда, расскажи нам, что представляет из себя подготовка лошади к верховому бою, какие есть особенности, и что требуется от садника и от лошади непосредственно. Ну, самое главное, нужно помнить о том, что лошадь это пугливое животное, и все, что мы используем в верховом бое, в общем-то, может ее напугать. Самый первый мой опыт использования лошади для подобного мероприятия, это была твоя давняя поездка на Венере, когда в руках у всадника оказался сначала штандарт, а потом щит. Закончилось это паникой лошади и закономерным падением всадника. Соответственно, никогда мы не начинаем лошадь эксплуатировать до того, как полностью ее познакомили с тем антуражем, с которым она столкнется. Лошадь может напугаться чего угодно, просто человека в шлеме, может напугаться плаща, в общем-то, это нормально. Это психология животного, и от этого никуда не денешься. Но при этом любую лошадь, по крайней мере, если у нее нет проблем с психикой, можно ко всему этому приучить. И именно с этого мы начинаем, то есть мы знакомим с пугающими предметами лошади. Кроме того, параллельно идет обучение лошади вообще средством управления. То есть лошадь должна подчиняться воздействию рук всадника через повод, должна подчиняться воздействию ног всадника через шенкель, и должна подчиняться воздействию корпуса, потому что, когда мы верхом садимся на лошадь и берем в руки еще что-то, например, холодное оружие, то мы можем лишиться каких-то из средств управления. Например, если будем стрелять из лука, руки у нас полностью заняты будут луком и стрелой. Соответственно, повод уже нельзя использовать. И лошадь должна подчиняться воздействию корпуса, шенкеля, ну и, кстати, голос тоже, в общем-то, можно использовать как средство управления лошадью. И к этому лошадь нужно приучать, постоянно над этим работать, совершенствовать. Ну и всадник тоже должен в совершенстве пользоваться всеми средствами управления. В отличие от обычной верховой езды, любительской или спортивной, мы имеем дополнительные предметы при себе. Которые мы, в общем-то, планируем использовать. Соответственно, лошадь должна быть с ними знакома, и мы должны иметь возможность использовать те предметы, которые нам нужны, и сохранить управляемость лошади. Следующий этап, это мы должны лошадь познакомить с другими лошадьми, она должна безопасно вступать в контакт с другими животными. То есть, если лошадь агрессивно пытается бить или кусать других животных, бой на таких лошадях может быть травмоопасен, это нужно исключить. То есть, животные должны приучаться к контакту, к плотному контакту друг с другом. Кроме того, может использоваться лошадь в строю, и, соответственно, лошадей также учат двигаться в плотном строю. В стреме, в стреме. То есть, тогда, когда ноги всадников непосредственно соприкасаются друг с другом. Если вы посмотрите технику безопасности в любой спортивной школе, категорически запрещено съезжаться. А здесь нам нужно именно приучить лошадей к такому движению. При этом, чтобы они держали строй, и всадники следили за строем, и лошади сами понимали, что их задача держать строй. Причем на любом алюме, в том числе на резвом галопе. Это непросто. Но над этим нужно работать, и, в принципе, все реализуемо, даже если лошади разноалюрные. Но такой вопрос. А любая лошадь подойдет для верхового боя? Или же есть особенности каких-то либо пород? Ну, в первую очередь, нужно понимать, что для таких целей нужна здоровая и тренированная лошадь. Это, естественно, большие нагрузки. Причем как физические, так и психические. Есть лошади со сломанной психикой, которые, в принципе, агрессивны. И пока эта проблема не решена, таких продвижения вперед просто невозможно. С некоторыми лошадьми у людей не получается решить эти вопросы. У кого-то в силу недостаточных навыков, то есть, возможно, придется пригласить специалиста по проблемным лошадям, прежде чем использовать ее в таких мероприятиях, готовить даже к таким мероприятиям. То есть здесь нужно... Ну, конечно, должна лошадь быть со здоровой психикой. Либо мы должны понимать, как справиться с проблемами психики лошади. То есть если лошадь никак не хочет привыкать, допустим, к оружию и постоянно ее пугается, то такую лошадь лучше не пытаться тренировать, а попытаться вылечить ее психику, либо использовать другую лошадь. Ну, совершенно верно. Либо мы решаем проблему путем приучения лошади, постепенный методик, много приучения к пугающим предметам. Главное соблюдать последовательность в этом, не нарушать технологию. Либо мы просто ищем лошадь, которая проще ко всему этому относится. Лошади, как и люди, в общем-то, разные. Среди них есть животное со слабой психикой, которое, может быть, никогда не начнет спокойно относиться к пряцанию железа у себя над душами. Вот хорошо. К примеру, у меня есть лошадь. Я кавалерист, допустим, среднего уровня, как и большинство на территории России. И я очень хочу начать взаимодействовать на различных мероприятиях верхом. Как бы ты строила, какую бы ты тактику строила тренировок, чтобы приучить лошадь не бояться участия в реконструкторских, либо ролевых мероприятиях? В первую очередь, постепенно я стала бы приучать к разным предметам. Не все сразу. Сегодня мы работаем с копьями, завтра мы работаем с мечами, послезавтра я знакомлюсь с лошадь, лошадь с плащом. И опять-таки, пока лошадь не будет спокойно относиться к предмету, мы не включаем новые предметы. Когда у меня лошадь спокойно относится к мечу и, допустим, щиту в руках, можно их попробовать соединить. Когда будет этот этап пройден, добавляем там третий предмет и так далее. Причем, если вдруг лошадь показывает острую реакцию на соединение, откатываемся назад, не бойтесь отступать назад. Лучше вы сделаете два шага назад, чем будете ломиться вперед и потом придется просто возвращаться к самому началу. То есть нельзя лошадей форсировать. То есть дайте им время привыкать. Чем медленнее мы работаем, чем меньше торопимся, тем будет надежнее результат. Параллельно можно работать над управляемостью лошади. Допустим, практиковать езду без повода. Чтобы у вас лошадь выполняла все упражнения без повода. Это остановки, повороты, переходы с одного алюра на другой. Также пробовать выключать работу шенкеля, потому что с разным снаряжением у вас не всегда может быть возможность полноценно использовать шенкель. Например, если на ногах поножи, то они значительно выключают работу ноги. Также включать в работу использование голоса. Лошади очень хорошо реагируют на голос и могут быть приучены к командам. В том числе экстренную остановку можно приучить лошадь выполнять на команду «стой». И лошадка постепенно снижает скорость и останавливается. Работаем над этим. После того, как лошадь спокойно принимает оружие, доспехи и прочее, хорошо управляется, можно включать работу в паре с другой лошадью, тоже подготовленной. И постепенно можно пробовать работать по манекенам. И вообще, прежде чем работать... Мы можем работать в паре с другой лошадью без применения оружия. То есть у нас знакомств уже к лошади просто спокойно ходили рядом, могли двигаться навстречу друг другу или параллельно, не проявляя агрессии и спокойно слушая всадника, а не отвлекаясь на другое животное. И параллельно можно работать по манекенам. Например, рубить лозу. У вас есть шашка, вы отрабатываете рубку лозы, чтобы лошадь подъезжала к препятствию. Потому что лошади часто при переносе, например, веса, чтобы сделать замах, вам нужно перенести вес, и лошадь может уходить с траектории только потому, что вы сместили вес. Ее нужно приучать к тому, что этого не надо делать. На это тоже обращать внимание. Я видела не раз на роликах, когда лошадь не подходит к препятствию или к какому-то манекену, потому что она его боится, либо всадник просто неправильно использует средства управления. То есть это один из элементов, которые нужно отрабатывать. Параллельно нужно работать над вносливостью лошади, ее физической подготовкой, гибкостью, внимательностью, чтобы она была сосредоточена на вас, не отвлекалась на посторонние события, которых будет обязательно очень много. И параллельно можно приучать лошадь к громким звукам, к музыке, флажкам и так далее, всем тем, с чем лошадь обязательно столкнется на любом массовом мероприятии. К толпе, лошади могут бояться вспышки. Вот все эти элементы нужно включать в ежедневное знакомство лошадей. Я знаю, что ребята, которые занимаются реконструкцией более поздних периодов, где используется огнестрельное оружие, например, регулярно на конюшнях взрывают петарды. Скажите это спортсменам, они скажут, что вы идиоты. Вот, ну, по-другому нет, так нельзя с лошадьми. А здесь люди постепенно приучают лошадей к тому, что громкие хлопки, они безопасны. Ведь лошадь боится именно за свою жизнь, что какое-то событие для нее опасно. Поэтому она боится. Если она будет регулярно слышать взрывы петард, и при этом ничего плохого с ней не будет происходить, через какое-то время большинство лошадей будет безразличным. Хотя обязательно найдутся лошади, которые никогда не привыкнут к резким звукам. И именно поэтому реконструкторы часто вынуждены перебрать несколько лошадей, прежде чем найти, скажем так, своего боевого товарища. Ну, и постепенно мы, соединяя все эти элементы, приходим к подготовке, к конечной подготовке, ну, боевой лошади. Возможно ли обучаться верховому бою без предварительной подготовки, например, обычной в конно-спортивную школу? Здесь два варианта. Если у вас есть возможность сразу прийти к ребятам-реконструкторам, которые готовы обучать вас с нуля, то, наверное, это хороший вариант, потому что могут отличаться немножко техники верховой езды. Но если такой возможности нет, ничего страшного, ищите просто хорошего тренера, который вас научит базовые посадки, базовому управлению лошади, и от этого вы уже сможете развиваться в любом направлении. В общем-то так поступают практически все спортсмены будущие, начинают с условно-учебных групп, а дальше понимают, что я хочу заниматься конкуром, то есть преодолением препятствий. Или я хочу заниматься дамской верховой ездой. И уже ищут тренера, который будет их готовить в узком направлении. Здесь то же самое. То есть если нет возможности сразу попасть к тренеру в своем направлении, возьмите базовую подготовку, а дальше уже развивайтесь в своем направлении, например, в копейных шипах. Надежда, вот человек захотел заниматься греховым боем. Как бы ты посоветовала ему поступить? Приобрести свою лошадь, либо взять в долгую аренду чужую? Я бы сказала, что если есть возможность взять лошадь в аренду, или заниматься у тренера на его лошади, безусловно, на начальном этапе стоит выбрать такой вариант. Потому что, ну, во-первых, вам это через год может надоесть. И куда вы денете лошадь? Лошадь весьма неликвидный товар. Продать лошадь в хорошие руки, это задача непростая. Но, а живут они по 20-30 лет, то есть еще и содержать будете лошадку, а она вам уже надоела. Сложный вариант. Кроме того, покупка лошади без опыта часто заканчивается проблемами с содержанием, потому что человек, не погрузившийся в конный мир, может наделать кучу ошибок, за которые придется дорого платить и в финансовом плане, и в психологическом. Потому что, ну, элементарно, из-за своей негравности вы можете стать виновником серьезных проблем со здоровьем и даже гибели лошади. И, конечно, никто не хочет такое переживать. Поэтому для начала все-таки постарайтесь работать со специалистом, который будет вас вести за руку. И пока не будете уверены, что, да, действительно, вы достаточно глубоко знаете этот вопрос и готовы взять на себя ответственность на содержание лошади, задумываться о покупке не стоит. Ну, еще нужно помнить, что собственная лошадь это достаточно дорогое удовольствие, это всегда дороже, чем аренда. И нужно понимать, что ваш бюджет готов к таким тратам. Потому что, если у вас, например, если вы потеряете источник дохода, с лошадью придется расставаться. И, опять-таки, это не всегда бывает быстро. Хорошо, вот если человек решил все-таки приобрести свою лошадь, он понимает и осознает все последствия, то есть он хочет стать по-настоящему кавалеристом, какие советы ты дашь при выборе лошади именно с точки зрения перспективы участия ее в конных массовых мероприятиях, в ошибках? Ну, если у вас нет опыта в подготовке лошадей для таких мероприятий, конечно, лучше взять уже готовую лошадь. Пусть она будет стоить немножко дороже, но вы сэкономите, на самом деле, очень большие ресурсы, в первую очередь временные, и не сможете наделать ошибок. Если не удается найти подготовленную лошадь, в таком случае нужно брать с собой специалиста, который вам поможет определиться, что та или иная лошадь, вероятнее всего, подойдет под ваши цели. Опять-таки, нужно понимать, что любой специалист может ошибиться. Например, у лошади может быть какая-то скрытая травма, о которой даже владелец может не подозревать. И как только вы ее нагрузите своим весом, да еще весом доспеха, эта травма может вылезти. То есть, такие вещи тоже нужно осознавать. Поэтому не экономьте на поиске лошади. Лучше вы потратите чуть больше времени, чуть больше денег. Обратитесь к специалисту, который понимает, для каких целей вам нужна эта лошадь. Обратитесь к ветеринару, который сделает ветчек выбранной вами лошади. И тогда высока вероятность, что вы будете довольны своим приобретением. И животное станет действительно вам другом и надежным боевым товарищем. Ну что же, не могу не согласиться с надеждой. Всегда в любом хобби, главное, ответственно подходить к своему выбору. Тем более, когда мы имеем дело с живыми существами, такими как лошади. Мы с одеждой постарались рассказать вам, какие моменты стоит учесть, если вы очень захотели развиваться в хобби верхового боя, обязательно прислушайтесь к Надежде. Она, как говорится, имеет опыт более 10 лет в этом вопросе. Если вы действительно решили посвятить себя верховому бою, не бойтесь, осилий дорогой идущей. Ну, на этом мы прощаемся. Подписывайтесь на мой канал, на канал Надежды. Ну и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok